Здравствуйте! Вы смотрите журнал происшествий сборник необычных и шокирующих ЧП. О самой актуальной теме недели мы расскажем в конце программы, а начнем выпуск. Шокирующего случая. В Славгороде по морозу босиком мать отправила сына в школу. На одной из улиц города парня без обуви заметили транспортные полицейские. Выяснилось, 15-летний подросток двигался в село Забавное, которое находится примерно в 20 километрах от Славгорода. Оказалось, без шапки и обуви парня в школу-интернат отправила мать. Такое она придумала наказание ребенку за порванные ботинки. Из Забавного в Славгород мальчика на машине отвез дядя, который не заметил отсутствия обуви. В школе парень был в сменной обуви, поэтому не вызвал подозрения у учителей. А когда собрался идти домой, снял чешки и пошел в носках. Полицейские школьника напоили чаем, подарили ему обувь и отправили домой. Уже известно, что многодетная мать-подростка стоит на учете в органах системы профилактики. Сейчас в отношении нее транспортная полиция возбудила административное дело, а следственный комитет проводит предварительную проверку. Похоже, многие бейчане любят подглядывать и подслушивать. Такой вывод напрашивается, учитывая тот факт, что двое местных жителей предстали перед судом за изготовление и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. А их оборот в России официально запрещен. Использование разрешено только оперативникам. 30-летнему мужчине предстоит ответить перед законом за то, что он переделал видеорегистратор в подсматривающее устройство и спрятал его в кабинке для переодевания одного из магазинов. Записывал всех переодевающихся, а потом использовал для удовлетворения своих эротических фантазий. Еще одна 30-летняя жительница Бийска сначала продала незнакомому мужчине видеорегистратор, закамуфлированный под пульт управления автомобильной сигнализацией, а потом попыталась сбыть датчик слежения. Но полицейские не дали сделки состояться. Во время обыска у задержанной обнаружили еще две шариковые ручки со встроенными видеокамерами. Следственный комитет завершил расследование обоих уголовных дел. Обвиняемым грозит до четырех лет лишения свободы. 20 тонн грецких орехов сожгли сотрудники Россельхознадзора на свалке в Третьяковском районе. Для досмотра на фитосанитарном контрольном посту мужчина предоставил 807 мешков с орехами, которые планировал продавать в Новосибирске. Правда документы на них оказались поддельными. Сертификат безопасности партии был выдан в Казахстане, в нем же значилась страна происхождения Китай, а на мешках стояли этикетки США. Все 20 тонн санкционного продукта отправились в огонь. Барнаульские полицейские раскрыли редкое для краевой столицы преступление – мошенничество со страхованием автомобилей. Один из двух друзей разбил свой легковой автомобиль. А чтобы не тратить свои деньги на ремонт, вместе с товарищем решил инсценировать ДТП и получить от страховой компании выплату в размере 300 тысяч рублей. Так все и сделали. Только у страховщиков закрались подозрения и они обратились в полицию. Проведенное транспортно-натросологическое исследование, а также показания свидетелей и очевидцев так называемого дорожно-транспортного происшествия и другие проведенные стражами правопорядка мероприятия указали на корыстный умысел граждан. По факту мошенничества полицейские возбудили уголовное дело и злоумышленникам грозит до четырех лет лишения свободы. И еще немного об автомобилях. Девять барнаульцев за два дня лишились своих машин. В их числе Камри, БМВ, Вольво и даже МАЗ и КАМАЗ. Машины не украли, а арестовали из-за долгов владельцев. Всю неделю судебные приставы на стационарном посту ДПС в Барнауле проводят рейд должник. За два дня уже проверили более 400 автомобилистов. Каждый шестой из них оказался должником. Приставы взыскали свыше 110 тысяч рублей и арестовали 9 автомобилей у тех, кто не смог или не захотел оплачивать долг на месте. Массовую проверку автомобилей будут проводить до конца недели. Ну и теперь о самой актуальной теме недели. С приходом весны в Алтайском крае начался крышепад. Падают и сами крыши, и снег с них, а также фрагменты фасадов. Обрушения уже произошли в Барнауле, в Бийске и в Рубцовске. В последнем и вовсе бетонная плита упала на голову женщины и убила ее. Тяжелый декоративный элемент фасада упал на 51-летнюю женщину, когда она выходила из магазина. Пострадавшую доставили в больницу, где она вскоре умерла. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Основные подозреваемые – сотрудники управляющей компании, которые, по мнению следователей, халатно отнеслись к исполнению своих профессиональных обязанностей. О том, как уберечь себя и свою голову во время отцепели, расскажет сотрудник МЧС. Гражданам при движении по тротуару вдоль здания необходимо быть предельно осторожными. Если во время движения вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене. Козырек крыши послужит укрытием. Ни в коем случае нельзя проходить вдоль здания за границей лентой. Это место огорожено не случайно. Либо здесь уже был случай падения снежных и ледяных масс, либо работают коммунальные службы по очистке крыши. Автовладельцам необходимо подковать автомобили на расстоянии до здания. Транспортное средство может пострадать от упавших с крыш нежных масс и наледей. На этом наш выпуск завершен. Берегите себя и своих близких. Увидимся через две недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова